И еще об одном скандале, который грозит разгореться в Евросоюзе. Премьер-министр Нидерландов пытается уговорить собственных граждан проголосовать за договор об ассоциации ЕС с Украиной. Как показали последние соцопросы, большинство голландцев категорически против. И это за три месяца до референдума, на котором они должны дать ответ все-таки да или нет ассоциации с Украиной. Вот что говорят по этому поводу эксперты. Жители Нидерландов против этого соглашения, потому что они просто-напросто против расширения ЕС, которая влечет за собой большую волну эмиграции из Восточной Европы в Западную. Кроме того, в структурах ЕС некоторые очень устали от украинского кризиса. В одной из статей Wall Street Journal говорилось, что в ЕС есть люди, имеются в виду официальные лица, которые, я цитирую, «сыты Украиной по горло». Люди понимают, что так называемое торговое соглашение не только торговое. В нем заложена политическая идея о том, что ЕС хочет иметь на Украине больше власти. При этом многие в Нидерландах и в Европе боятся усиления конфронтации с Москвой. В Европе хотят жить в мире и сотрудничать с Россией. И не хотят видеть ее в качестве врага. И это одна из главных причин. Результаты референдума, который намечен на 6 апреля, не будут обязательными к исполнению. Но, по словам аналитиков, если большинство выскажется против ратификации соглашения, правительству придется с этим считаться. Под угрозой тогда окажется и судьба самого договора, поскольку в ЕС все решения принимаются только единогласно. И вот, пытаясь успокоить сограждан, Рютт заявил буквально следующее. Некоторые думают, что для Киева ассоциация – это первый шаг к вступлению в ЕС. Но это не так. У Брюсселя есть соглашение об ассоциации со странами Центральной Америки, Ближнего Востока. И они не подают заявки на членство. Может быть, на участие в конкурсе Евровидения, но не в Европейский Союз. Конец цитаты.